Здравствуйте, наши дорогие подписчики! Сегодня мы с бабушкой закрываем огурцы с помидорами. Будем делать вот такие вот ассорти. Такие вот баночки. Такие вот ассорти. И чисто огурцы, и чисто помидоры. Сейчас будем вам все показывать. Вот такие вот красивые баночки ассорти у нас получились. Две больших и вот такие вот три маленьких. Сюда я положила веточки сельдерея. Нам нужно и для красоты, и для крепости. Чтобы огурчики у нас были крепкие. Такая вот красота получилась. И сейчас уже будем отдельно огурцы и отдельно помидоры укладывать. Подготовили наши баночки. И теперь нам нужно залить кипяточком все это дело. Чтобы нам простерилизовать. Только наливаем сначала по чуть-чуть горячей воды. Чтобы банка не лопнула. Сейчас она прогреется чуть-чуть, две секундочки. И наливаем уже полную банку. Полную банку. И закрываем крышечкой. И нам нужно, чтобы все это дело настоялось где-нибудь 10-15 минут. Обдалось все это кипяточком. И все остальные баночки сейчас я буду также заливать все кипяточком. Эти баночки кипятком я залила. Эти я поставила, видите, я поставила баночки, чтобы крышки у нас не закручивающиеся. А вот надо машинкой закрывать. И крышка получается немножечко приоткрывается. Чтобы воздух туда не попадал, мы ставим вот такой вот утяжелитель. Все, теперь мы ждем 10-15 минут. И потом, получается, после этого мы эту же жидкость выливаем в большую кастрюлю. И из этой же жидкости мы делаем маринад. Это я сейчас вам все расскажу, покажу. 15 минут у нас баночки с кипятком простояли. Мы всю эту жидкость из этих баночек через вот такую вот крышечку мы перелили в большую кастрюлю. Теперь будем делать маринад. Добавляем перец горошком. Добавляем лавровые листочки. Добавляем 4 лавровых листочка. Значит, сколько нам нужно? Тут у нас, наверное, сколько у нас? 3-4 литра воды. Сколько нам нужно? 3 ложки соли и 6 ложек сахара. Значит, 3 ложки соли и 6 ложек сахара. Я сейчас буду все класть. Одной рукой неудобно, поэтому вернусь к вам попозже. Добавила сюда 3 столовые ложки соли и 6 столовых ложек сахара. И прям чайную десертную ложку я добавила еще на свою любимую ложку Риарши. Все это у нас проварится. Доведем до кипения. Нальем сюда где-то 50 мл уксуса. И разливаем все по баночкам. Все очень легко и просто. Когда ты это делаешь, уже 30 раз. Маринад у нас закипел. Сейчас будем разливать по баночкам уксусом. А, точно, мы сейчас уксус добавим. Уксус мы добавим где-то грамм 50. Грамм 180. Вот где стаканчик? Вот он. Вот, смотри, ваш кусок поменьше. Ну, не выливай весь. Не до конца не выливай. Вот так вот, да, оставляю? Да. Вот так и у меня шипит всегда. Ты бишь, у тебя не шипит. Резко в кипяток, конечно, будет шипеть. Все. И заливаем по банкам. Ничего добавлять не надо. Класс. Мне кажется, что пойдет. И вот у нас получились ассортия. Здесь две банки чисто помидора и четыре банки огурцов. Красотища. Сейчас бабушку будет все упаковывать. Бабушку паковывай, чтобы нам, да, вот так вот сейчас, чтобы там тепло было. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки. Огурцы, нет. Мы же огурцы не будем упаковывать. Огурцы мы не будем, да. Зрители уже, наши, кто смотрит, они уже знают, что огурцы мы не упаковываем. Чтобы они были крепкие, не вареные. Просто накрываем вот такой вот простыльночкой, да, полотенечком, чтобы они были хрустящие. А помидоры нужно, чтобы они пропарились. Вот так мы все упаковали. Всем спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Хорошего дня. Хорошего дня.